Замолица святых отец наше, Господи Иисусе Христе, Сынки Божий, помилуй нас. Отвечай так. Аминь. Отче нашей жизни на небесе, да светится имя Твое, да прийди царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущий нашим днесь, и оставь нам долги наши якожи, и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое есть царство, силы и слава в обете. Аминь. Аминь. Слава Свои, Сыне и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Замоли ты при чистой Те Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Божьей милостью будь мне грешным, у садами, Господи помилуй меня. Божьей милостью славится, грешил, Господи прости меня грешного и помилуй. Так, присядьте на минутку. На минутку, а на время, так правильно сказать. Мне крутиться приходится тут. Еще. Вчера ты пошел мордушку ставить, побежали собаки. Все ли тут обдумано? Тогда вопрос другой. Если человек не отвечает, значит он на ответ знает, и знает, что говорить будет против самого себя. Поэтому лучше прогущать. Думает так. Это тоже неправильно. Почему собаки так ненавеют кошек? Живут, говорят, как кошка с собакой. Поговорка сама. А то муж с женой. Почему? У меня белая такая была красавица. Хаску погубила. Она сразу и перекусила вот здесь. Вот. Она знает не кусать. И львы так делают, когда другие нападают. Он перекусывает. Дальше у нее ноги парализованы. Она ходить не может. Все кончилось. Так. Не отвлекайтесь. Я спрашиваю тебя, Сергей. Почему? Того еще спрашивают. Он собак не держит. Кошек не держит. Ну, давай. Давай. Я не знаю. Вот так. Почему? Я не знаю. Не знаешь. Второй вопрос. Третий вопрос. А почему тигры так ненавидят собак? Первым делом уничтожают собаку. А ему как убежать? Еще сравнивать собаку-то. Вот это раз, что собака бежит, он там верный. Она его два прыжка достанет. Сколько? 30 килограмм? У тигра 330. Это разная весовая категория. Тигр настолько сильен, что быка заваливает. Двухметровый забор, он с быком перепрыгивает в забор. А ты какие пружины в ногах у него? Так вот они мстят, как говорится. За обиженных. Это на тигр-то кто? Да маленький тигр. И полосы у нее такие, и когти. У нее все тигринное. И повадки. А там маленький тигр. Тигринного цвета. У нас кошки везде. Вчера я уехал, а вы пошли другим путем туда. Я пришел домой и скорее выскочил на улицу. Я не знаю, куда вы пойдете. Свернете ли тут около Глушкова, или туда. Там шарик. Они им сразу задавят. Он привязанный. Они друг против друга, верные. И это все время грызутся. На мордике надевать. Но общий враг, они сразу кидаются. Это в семье. Бывают между собой не такие там. Ну я знаю это. Но как-то где-то общий враг. Они тогда объединяются. Почему? Потому что убийством кровью пахнет. И они ему ногу откусили. Она как лутошка болталась. А потом я лангетку наложил. Потом на него скафандр сделал, чтобы он не срывал. Ну ты хорошо это знаешь. Сзаднюю ногу откусили. Двое. А он привязанный здесь. Он никуда не убежать еще не может. А ты идешь оттуда, допустим, они пущены. Я не знаю этого. Я мещусь, я там постою. Не видать. Поворот выйдут. По улице идете. Или вы уже ушли. Я ничего не знаю. Я вчера сколько раз вот этот путь проделал туда и сюда. Взял палку огромную в руки, которая подпирает. А если порезет, то палка, она палочка подпирает. Хоть как-то отбить его. Ты и так не беспокоишься об этом. Почему? Шарик мой, а собаки твои. Ты знаешь, что мы с ураганом проехали столько, сколько тебе за всю жизнь не проехать. 120 тысяч километров позади. Ну вот мы попали в гуссурийский край. Это там, где тигры. Я вылил и вот так вот стою. Где-то встанем где-то в лес, чтобы не было препятствий никаких. Около машины оправился и скорее я опять в машину. Обычно где мы ложились спать, собаку я привязываю. Кол у меня, вбиваясь, там нет деревьев где-то. Он охраняет. Охраняет. Здесь никакой охраны нету. Она его сразу задушит. Он даже и пикнуть не успеет. В 11 раз больше веса. Что спрашивает-то? Так у него когти, а этот-то что? Да он только убегать может. А что он убегать, когда у того прыжок в 5 раз больше? Ты вот заряди, у сурийских тигры, посмотри, что есть. И мы там были, допустим, трое суток. Примерно сказать. Я не на шаг. Спит рядом со мною. Все стекла, а там показывают в интернете, когда они едут на слоне, и тигр прыгает. Прыгает на слона. Мужик один решил поближе вовс фотографировать. Потому что выиграть не надо, ничего не будет. А в это время он и весь сзади лев. Тут же разорвали. Пока приехали те, которые следят за порядком, они усилили, а не косточки лежат. Это все кончилось твое удивление с очком вместе. Значит, где бы ты ни пошел, у нас везде кошки. И ходят они далеко в степь. Это означает, они за каждой ласточкой гоняются, а там в кустах сидит серый. Я пришел рыбачить, он пришел со мной рядом, я ему там пригорщик дал этих рыбок-то. Он ходит, Витя нет дома, он один, его никто не кормит. Надо думать теперь, на зиму как быть ему где. У меня три кошки, да два котенка сейчас растут. И надо думать об этом коту. Где он будет? Ясно дело, кормить никто не будет. У нас был такой кот, он маленько серовато был от серки. Оставили здесь зиму, здоровый, крепкий. И вот так исчез без следа. Его никто не будет кормить, да он и боится подойти кому-то. И все. Кота нет, мне придется мрать, я уже обдумываю где-то. Теперь, ты их пустил, вчера не несутся сюда. А он около меня сидит. Он сразу вздымился, от меня прибыл, а они сразу его разорвут. Кота нету. Вот это вот ходит везде здесь. Если они увидят ее, сразу кошки у нас не будет. А взять все-то нечего, ее не вернуть. Да я заплачу за нее миллион. Ни один миллион ее не воскресит. А она хорошая, она ловит мышей. А думай как быть собакой. Давай совет. Не дремли. Как быть? Ну они же сидят на своем местах. На местах. Как в общем-то. Ну они же сейчас привязаны все. Сейчас-то привязаны. Ну что ты говоришь? Ну вот вчера я там у мордура, ты идешь с мордушкой. Собаки первые прибежали назад. На коломне кот серый пришел. Я его не видел, он из кусок выскочил. Что дальше будет-то? Он еще идет там на повороте. Пописал. Ни считала, не знаешь. И не видел. Всемирное известное произведение. Про собаку. И когда она с бульдогом была сравнена. А бульдогом против нее никто. Но бульдог победил. Он сцепился, он его рвет, он бесполезно. Он зубами перемирается, перемирается. Ближе к лодке. А дальше, наконец, отбили. Значит, от тебя предложения какие? Ну что погубит, то понятно. Любит этот кот. Я его встречаю, он до лагеря туда доходит. Я дальше не видел где-то. А они там дальше. Где-то. Как? Ну давай, хозяин. Если твой он еще не может сказать, я буду говорить. Говорить. Почему от тебя нет никакого предложения? Предложение должно быть такое. Чтоб был полноценный выгул собак. Чтоб ты мог заниматься. И в то же время не погубить ни одной кошки. Вот совместить надо. Я знаю, что мы учили. Ну? Да очень просто. У тебя машина. Ты занимался, где Василиса занимались? Рыжковский пруд. Там, где кошек, они далеко от этого почему-то туда не идут. Вот там занимайся. Здесь она может в любой момент выскочить. Там, где не ожидается. Она затаилась, они могли пробежать мимо, но их очень хороший нюх. А дальше она не выдержала, дрогнула и все. Или он натолкнулся от нее. Они мгновенно бросятся. Сразу. Ну я потерял уже не одну кошку. Я видел, как натравливает наш парень. Тут пасет коров. И у него собака. А тут кошка выскочила. И он бежит за ней и натравливает. Я поговорил с ним. Помолились вместе. Еще делаешь. Разная весовая категория. Но явно ты на смерть натравливаешь. Ты на тигон натравливаешь. И от ваших алабаев еще не останется. На закуску. Он съедает его. Она вкусная собачатина. Значит, моё предложение вот такое вот. На занятия выезжать туда. До самого этого. И там ездить. Дорогу назад. Это немного. Как подходит. Каждый день туда ездить заниматься. А? Каждый день туда ездить заниматься. На мошенник, что ли? На рыжку. Другое предложение давай. Я сколько лет в Потеряевку уже езжу с собаками? Что потеряешь? Сколько лет в Потеряевку езжу с собаками? Да еще. Еще не задавили нигде ничего. Ничего нигде не задавили. Ну как не задавили, когда собаку бросились уже сразу. Они уже растерзали его. Ну результат-то какой. За столько лет ни одной кошки они не задавили. Ну если не было, поэтому человеку дал разум смотреть вперед, а не по уголькам идти, когда пожар. Я был начальник. Да пожара-то и не было еще в моих саду. Ну Шарик, да. Там он пришел на их территорию. Когда... Ну я не то, что там... Ну хорошо, выскочила Рыжая, пошел ты... О чем вы не дашь? Не надо уже говорить-то. Ну этого не было, как это случилось? Ну тебя голова-то была, ты увидел? Видел мне ласточку, и ты кричишь, он заволок с его жил. С глаз скрылся, за ласточкой. А за собаку, за кошкой-то? Говорите, кошка же тоже она не глупое животное. Она этих собак за его штучует и трачется лимонным. Да даже повернуться не дадут, они не понимают. Он ошибся. Да понимают. Все кончилось, кошки нету. Да вот мы будем рассуждать теоретически. Практически. Он несется, он не понимает совсем. В воду куда прыгает, нога застряла. Это животное. Бодрое. Здоровое, крепко, хорошо кормится. Еще он будет с ней вожжаться-то. Вот она заскочила в хасках, потонула и ушла. Я возился-возился, лечил-лечил. Уколы делали-делали. Все, нету. А кто знал? Знать не надо. Собака должна быть на привязи. На привязи. А он в алабай все время бегает. Он возьмет... Вот у меня сестра, Валентина. Она тоже собачку брала. И весь день она на веревочке. Я не разумею, чтобы она отпустила его. Длинная веревочка, она отпускает, он бегает. На веревочке. Кто? Валентина с собакой, когда посла короб здесь. Прошел, ну, за прошлым. Моя сестра. Она берет собаку, выходит с нее, она рядом. А дальше гулять, она веревку берет, распустила. У нас в Потеряевке кто ходит на веревочке с собаками-то? А вообще сидят, они не выносят. Ну как? Сергей пришел на пруд выгуливать без веревочки. Батюшка приходит, собак, без веревочки. А Алексей выходит на пруд, все без веревочки. Батюшка собака, не на веревочке. Она забежала во двор глушковым-то и любимую их кошечку задавила. Сколько было, год, второй идет и все время поминает, дети плачут. Батюшка, ах, это, да ты же знал, что нельзя пускать. Это у нас в пустаре написано. Что доказывать? Кошки нету. Внутри осталось. Смещенника что делает? Кошки нету. Ребятишек много, семь ребятишек. Ребятишки стоят, плачут. Кошка задавленная. А Батюшка едет, ты еще не знаешь про этот случай? Нет. Ну теперь все, теперь давай дальше. Все, что ты сказал, тьфу. Уже горе пришло, оно поселилось в сердце. Эта несправедливость должна быть уничтожена. Один раз, это, ну, была, сорвалась собака в цепи. Но если ежедневно, вот я ходил, у меня собака была рядом, она не привязанная. А она не тронет. Я сказал сидеть, и я ухожу из окна, смотрю, она сидит на площадке. Рядом бегают кошки, она только ушами прядает. Она не тронет. Рядом я ухожу, где кролики, куры, она только ушами шевелит, и все. Лежать. И она не встанет. Летает, выскочил рядом, там козленок нет. На твоих пусть от этих пятихоз еще не останется. Они в древних не разнесут. Коза побежит. А еще за ней не побежит. А собака водится за тем, что движется. Теоретически. Вот я ему стал говорить. Виталий, каждый день ты должен вот так. Ой-ой-ой, мне так это тяжело, там вставать рано. Примерно сказать, да я лучше уеду домой. Я знаю дальше-то. Дальше только бежать. А этого делать не надо. Надо найти выход. Я показываю его. А я раньше был, у меня этого не было. Это не ответ. Это не гарантия. Это милость Божия. Вот она здесь. Я завожу иногда его, чтобы здесь было. Он дергается. Я подвожу к шарику их. Это ничего. Играют сразу. Я тогда ближе. А урагана нельзя. Держу, у него без поводов дрожит. Шерсть дымом сдыбилась на загрибке. Хоть сколько. Вот они друг перед другом какой-то кустик мочат, мочат. Тогда это там заворачивается. По-тяжелому сходит. Там бы делать нечего. Он пошел тоже. То есть они пугают его, как эти бегемоты. Он начинает дристать. И хвостом разбрызгивает. И кто больше замажет другого. Так. Я вчера сильно был беспокоен. И с той опасной стороны, и с другой. Рыжая ходит ко мне. Она на этом промежутке взад-вперед гуляет. Нигде не на шаг. Это естественно, да. Я говорю, я в Нью-Йорке, в Синоне, в окно смотрю. Женщина ведет на поводке пять собачек. Ну, небольшие собачки. Пять. И во всей Америке, от океана до океана, я ездил. Специально помощь собирали у Ментана. Ни разу, нигде не видел ни одной собаки. Но у них все дороги загорожены. Высокая там, 2-3 метра. Сетка и где как заезжать. И все равно, где-то кто-то прокол сделает. Мы едем, и вот такая холмистая местность. А Владимир Русак, он много лет сидел, работал в патриархии. Вот это, пир сатаны, свидетельство, обвинение, три томика. Это он написал. Я у него был. Едем дорогой, рядом сидит сестра. И вот холмам. Я говорю, ты так едешь, дорога-то... Он в одном направлении. Он говорит, на тот направлении нельзя заехать никак. На эту дорогу в одном направлении. С той стороны уже нельзя заехать. Она в стороне совсем дорога-то. Я говорю, а если... Да никакие если... Я только проговорил из-за поворота. Вот так был холм. И навстречу несется на полной мощности машина. Навстречу. Он как крутанул в сторону. Ему некуда. Только в кювет. Остановился. Глазами не может, говорится, отморгаться. Да сколько журц такого не сахал. Да как он попал? Ему попасть нельзя никак. Его только на вертолете надо было опускать. И тогда опускать надо. А я смотрел, у него глаза такие расширенные. Это или наркоман, или бешеный. Куда он несется? Но я только что говорил тебе. Ты вариантов не проигрываешь. Ты дурак стопроцентный. Дурак в полном смысле, с восхитительным знаком. Ты должен проигрывать. Договорился Сталин с Гитлером не нападать. Тот готовится к войне, а этот нет. Выбрали воскресенье, самый длинный день. Волшебники подсказали, когда идти. Офицеры в отпуске. И 9 из 10 самолетов сожгли на земле немцы. Солдатам не дают указать. Это провокация. Сталину говорят, что армады, идут танки. Это провокация. Не отвечайте. Сталин никому не верил. Только Гитлеру верил. Одному. Это обошлось во что? В первые же дни войны. 4,5 миллиона пленных. Мировая история этого не знает. Миллиона молодых людей пошли. А им ни пить, ни есть, ничего не дают. И они дорога умирают, умирают. А тут, когда дальше-то уже брали, когда в плен, то уже мерзлая земля, и там все осталось. Это статистика сегодня показывает. Так, не играй пока. Тебе это не надо. Вопрос вам задают, Игнать Ильич. От кого? Ну, парень... Что такое? Он на вас выходил, но вы его... И он через меня теперь хочет задать. Хорошо. Парень... Откуда он? Неизвестно. Ну, вопрос-то... Там, обожди. Раз ко мне, я имею право вас спросить. Что у него за спиной? Он нож держит. Фотографии его нету, имя, отчество нету, ни биографии нету, ничего нету. Я должен с ним разговаривать. И вопрос сразу провокационный. Провокационный. То про патриарха. Как вы считаете, что по-вашему он благодатный? И Путина, как вы считаете, ему на свободе надо будет за решеткой сидеть? Парень один где-то... Ну, он к тебе пусть и задает вопрос. А ко мне зачем? Если я заблокировал, это означает, он хамил. Он безобразничал, матерился. С чего братья его заблокировал-то? Нет, он такого не был. Ну, с чего братья заблокировал? Потому что он пишет тут... Ну, давай. Виталий, здравствуй, смотрю ваш канал, хочу задать вопрос. Если как-нибудь получится задать его Игнатию Тихоновичу, и это будет на видео, то будет хорошо. Если нет, так нет. Я ему писал в моем мире, но так как нет ни фото, ни имени, то был послан в нужном направлении. Все. А с кем разговаривают-то? То есть, если скрывается, это темная, говорится, лошадка. А зачем дальше-то? Я ему сразу написал. Ставьте фотографию. Посмотрите, у меня анкета какая. У меня все. Интересно. Я на все вопросы, рост, вес, цвет, глаз, волос. Я ответил на все вопросы, которые мой мир представляет. А не надо. Да я не хочу. Да как бы 666 не поставили. То есть, он виляет хвостом. Мне зачем он нужен? Я отвечать не буду. Я знаю, там ничего нету, кроме пакости. Ты хочешь убедиться? Ты давай вопрос. А спасение души у него заботы нет никакой. Он сразу огрызается начал. А, такая ваша вера. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. А, ну тут вот я продолжу. Интересное твое мнение по этому вопросу. Если запишите в шпиона меня, то тоже не проблема. Ишь какая. Вот вас, ну тут я... Подожди. Вот это все лепит, а зачем? Ставь фотографию, все. Но если тебя на дороге сейчас ты едешь на машине, милиционер спросил там, что там требуется. На машину. Паспорт, сигнал, фотография. Да че ты лезешь? А ты шпион я что ли? Что я? Кто-то. Мы едем, нас останавливают. Бородатые, а вы не ваххабиты. Мы сразу показываем документы, с чем мы поехали. Он начал, другой начальник подошел. Так, отпустите. Один подошел, прямо видно, что под наркотиками. А у вас есть документы, что снимаете на аппарат этот? Через дорогу нас повел. Мы идем, а сзади идет съемка. К начальнику зашли, он посмотрел. Я там сразу, отпустите. Там написано, помогать нам. С какой целью мы едем? Какая миссия? Все документы. Он начал обыск делать. А на каком основании обыск у нас делаете? Скажите, какое подозрение мы сделали? Что-то вы не имеете права нас обыскивать. Ну, мы христиане, мы им открыли машину, давай смотри. Вот о ней книги мы везем. Вот я показываю благодарности. Уже за этот месяц мы получили 40 благодарностей от разных городов. Я показываю благодарность от Рамзана Кадырова, от Александра Лукашенко, от других, даже от президента. Ну, все, глаза в разбежку. Давай дальше. Здравствуйте, Игнатих Иванович. У меня один вопрос к вам. Попрошу отнести серьезно и не почитать меня за пса и ответить. Ну, сколько? Рыбкос, пион. Это значит, что не бросать жемчуг перед сальгем, он знает, куда это. Он уже знает, к чему он относится. В Евангелии от Матфея 24-14 есть такие слова. И проповедана будет Евангелие от Царствия по всей Вселенной. Ну, дальше, что Андрей Кураев сказал, и что православные не проповедуют от сектанта. А сектанты от сливат, то еще получится из этого. И Андрей сказал, что второго пришествия не будет, потому что это. Да, да, да. Ну, все. Еще я должен на это балаболо отвечать. Он не обидится, а то другое. Да какое ему дело до этого? Иди, благовествуй. Со смирением. У него нет ни уважения, ни чего. Что он может показать? Вопросы задавать не надо. 12 тысяч 240 роликов у меня. Ты найди хоть одного, одного где-то, чтобы свои собственные ролики были столько. Это и златоусты, и насчитанная Библия, архипелаг ГУЛАГ, жития святых, добротолюбие. У нас море. Это все мне помогли сделать. Теперь, это было на сайте, а теперь, ну, я сказал, что добротолюбие по полчаса, по полчаса сделали. Из Америки один Крюшков помогал, здесь ты помогал, вот это было. И задавать вопросы какие-то, то есть, человек. Я поверю в Бога, если вы точно скажете, что у меня в руках. Ну, что у тебя в руках, говорит, тебе знать, ты знаешь это. А вот скажи, а у него в Амбрии живой он или не живой? То есть, если скажешь живой, он сейчас голову отвернул и показывает мертвому. Если я скажу мертвому, но у него живой. А ты отвечаешь, вот так сатана, говорит, твоей жизнью сейчас играет. Тебе надо ко Христу прийти с покаянием. Я определенно могу сказать, что у других наций, у других верах, есть какие-то принципы, порядок. У русских православных нет ничего. Вот он нападает, говорит, он говорит, мой возраст, в первую очередь, возрастная группа. Ни один мусульманин, 10 лет у меня в интернете, ни один не напал. Ни один. Я нахожусь в Воронцовке, там случилась драка между русской молодежью. А мы идем с братом, Иосифом, а он там живет. Ну, они там этих, их много, русские-то погнали они, а я иду и не оборачиваюсь. И один вырвался вперед, этот киргиз-то, подбегает, Иосиф идет, повернулся, как дал его в кювет, его сразу-то разворачивается и кричит. Аксакал, не трогайте его. Драка идет. Они, мусульмане-то, не настоящие, там и свинину едят и прочее. Но уважение к старшему, он из детства вкладывается. Хороший он и пьяный, или какой аксакал. Ему не оговорено, какой он. Должно быть уважение. У русских нет. Аксакал, то есть, это, смотри, легкая добыча. Скорее всего, сорвать по карманам у него, последний папирос отобрать. У него нет ничего, он себя уже отнес сам. И зачем я буду жопчик разбрасывать? Да он, что спрашивает, тысячу раз может найти это отвещанного первых. Дальше. Идет толкование Нового Завета. Откровение. Да эту гонку только открой, ботпея, открой. Трехтомник. Мне вопросы задавать не надо. Отдельно на вопросы в университетах я отвечаю. 4124. И они там, а последнее время, он тогда как открыл, он на сайте. Он не хочет смотреть. Мой ответ вчера и сегодня один и тот же. И почему он должен быть иным? Откуда я так взял? Это не моя фраза. Восхождение дьявола о Гитлере. Когда она пришла, там своего ищет. Эрлиха. Ну и что я ему отвечать должен? Иди благовестуй. А не придет Христос, он сказал. Ну сказал он, ты ему и задавай вопрос. Я-то при чем здесь? Мне некогда балабольством заниматься. А как они нападают? Вот я работаю, а это снимают. О, дед хитрый какой. Увидал, что снимают, лопату взял. Две лопаты с земли кинул и пошел. Я две лопаты с земли кинул. Все эти троши, сливы все это. Сколько копаем, вручную пилю здесь. А что, ему надо? А этого нет, он по неволе лжец и человекоубийца. Так, Наталья Чарнова пишет, Виталия, что тобой так занимаются, я все к месту. Виталию, успевай, хватай. Что тебе дают? А Наталья Чарнова у нас была с Илюшей тут. Она где-то из Красноярска оттуда. О тебе заботятся. Дальше, смотри, вот, ну, Володя тут, главное, понятное дело, дает тебе, Володя, ты далеко? Дает это маленькое ведерко. Я на молитве был, пришлось с молитвой соскочить. Я за ним. Какое? Я подумал, что уже за рыбой пошел. Во-первых, холодно, надо подождать. Я же не знаю, куда он, в этом направлении это. Я выскочил на улицу, он уже далеко. Виталию, раз слышал, иди сюда, побежал, все правильно. Шаги никогда не ходить. Виталий, куда ты пошел? За морковкой там огурцы. Морковка, морковка это грязная. Ее надо обр... А я не обр... Я просто за эти... За батлу тащу. Любой отломится, и все. А у меня не отломится, как будто он оборачивался, смотрел в траве, оторвалась или нет. Да сколько угодно. Ты и знать не знаешь. И выдаешь за истину. Ведер у нас сколько? Картонку подожи, любое, которое... Картошку копаем, она дна нету. И там даже с дном есть. Бери грязное ведро для этого. Морковку мыть надо. Ты берешь ведер, это предназначено для ягод. Это мы брали для детей. Не прикасаться к тем ведрам. Самое большее, на что можно, вчера я взял два. Это чистые, свежие яблоки. Я не с полу даже собирал. Он произнес с Володей, что надо было собирать. Я тут уже пошел, два ведра приделся. Нормал. Они очень хорошие, берите, ешьте. Значит, не думаешь. Почему? В первую очередь не твое. Дальше ведром идет человек. А нет. Кого бы ни дал, ведром начинает играть. Стукнули. И надо же было. Сразу ведерка отломилась с одного ручка, а с другой лопнула. А точнее, худо возданули. Все списанные два ведра. Что я с тебя возьму-то, когда ты гол как сокол? Да и зачем это нужно? Детям топор в руки не даем. На топор нареканий нету. А пилу пилим. И только отпустил, он сразу и начинает играть, что она дрожала. Все. И ты так же. И взрослая. Потому что одинаково все. Дет и малая. А вот ни одного движения не делает. И вот на магнитре стоит, поясок перебирает. Это не думает. Человек, когда он думает, у него полная тишина. Он там пробирается через дебри неизвестного. Вы не думаете. Я говорю, а на Библию, в Библии ты находишь на это, что говорю? В малом неверный, кто больше доверит? А это малое. А из малого картина составляется большая. Вот вчера уже вечер. Я зашел сюда. Напилили. Дрова там лежат. И ни один не шевелится. Я оттуда еду. Гляжу, лежат. Тогда я зашел и сказал, забрать. Пошли, забрали. То есть, обещать вам надо пнуть. Под задницу. Ну, мы же пилили. Сами были там. Володя напилил. Ну, почему не привезли сразу? Я забыл. Все. А самое интересное. Дальше. Почему ты не помыли его? Ну, одинаково. Два брата-акробата. Так, смотри. Ты делаешь мордушку. Я подсказываю. Как думал я с саперными ножницами. Лучше. Ну, этот нашел болгарку у него есть у Володи. И там малых осколков всяких. Ты как делал все. Ножницы нащевали там. Щипцы, кусачки там. Материя там. Все, что отлетело, все лежит там. Почему? По-хозяйски. Тем более, вкладывая к дому. Сидишь тут где-то в Москову дома. Ты закончил. Щурки, все на место. Подобрал. Все отлетело где-то. Попросил у меня магнит. И подобрал все, потому что дети ходят босиком. А это острые предметы. Маленькие, которые отпилили. Пали туда. Почему ты не подбеспокоился? Почему она на улице ночевала? И убрал сейчас? Убрал. А пинат доткнуть. Вот эта эфиоплянка, которая разговаривает с Дмитрием Смирновым. И маленькие привезли из посольства, когда у них друг друга убивали. Татьяна. Она чисто по-русски говорит. Черненькая такая, как твоя одежонка. Русские говорят. Я узнал, а какие таланты? Но какие же они обеспеченные? Развалила, сгнила, не шевелился. А как только долгили на него. Говорит, сделай это отлично. Все. Я опять лег спать. Американец, немец, так не будет. Он работает, халат, я видел, кстати. У него карманы в Бозде отдельно. Тут у него шурупы. Тут рядом шуруп померт у него. Посмотри, как американцы, когда идут. Сейчас советские, а также там спецназ, когда идут, он обвешенный. Ты знаешь, что без парашюта целые полки выбрасывали из самолета. Советские, под Москвой. Зачем? А? Убивались, как что-то? Немцы послали русского на разведку-то. Он посмотрел, от Москвы там сколько там, 35 километров, что ли, идут колонны танков. А на пути ни одного окопа нету. Оттуда никто не ждал. Они обошли собраться из страны Москвы. Он развернулся назад, его не шил для немцев-то. И говорит, немцы вплотную подходят-то. Все, собирать нечего. А в это время готовят полки-десантники, своих диверсантов-то. Ни парашюта нету, ничего. Далеко расстреляют. И решили на бреющем полете. Что такое бреющий? Не знаю. А, ну низко. Низко. И оттуда самолетов вылетело 150, набитые этими десантниками. Все без парашютов. И все прыгают. 15% сразу погибли, расширились. Снег. Кто-то попал на пень, кто-то как-то где-то. И чтобы сразу вступить в бой, остановить, остановить, пока подтянутся там хоть что-то на защиту Москвы. И они остановили. Перебили почти всех. Новая. Волна за волной, как идут самолеты, сбрасывают меня. Для немцев это было... Что? Вот есть штрафбат в фильме. И там немецкий генерал. Ну вот заминировал на поле. И русские не разминировали. А как? Штрафбат, который там набрали, запрещенный. Идите. Взорвался. Ты рядом беги. Второй взорвался. И в конце концов пробили дорогу. Ни разу нигде немцы этого не делали со старыми штрафниками. И генерал говорит. Это как же надо ненавидеть свой народ. И так с солдатами разбрасываются. Он немец, генерал. И он видит это дело. А как они разминировали? Никак. Они, говорит, посылают. Подобьются, дальше бегут. Ну подорвалось. Говорит, сейчас сколько? 70 человек сразу уничтожено. Ну, говорит, они прорвались. А самих мы тут добили. А некоторые отступили, да отступили. А там, говорит, заградительные отряды, их свои же расстреляли. Отступать нельзя. То есть более безумной войны не было. За каждого немца заплатили 5-6. 5-6. Вот это война. И все. Обезвредила страна. Города пустые. Мы ехали. Деревья растут на пятиэтажных домах. Города целые не деревни. Сегодня не 21 тысяча, а может 31 тысяча сел полностью уничтожены. Брошены. Уезжают. Здесь будут другие люди, как депутат законодательного собрания Алтайского края. Нина Данила от КПРФ говорила. Это потеря земли, потеря территории страны. Вы не понимаете еще, куда пришло? Китай уже весь Восток захватил. Эти южные народы уже подошли вплоть до Санкт-Петербурга. Да вот они вышли, у них в Курбан-БРМ было, и там 150 тысяч человек. А сегодня говорят, миллионы 200 тысяч вышло на молитву. По улицам пройти нельзя было. А одновременно все кланяются. Это грозная, страшная сила. Вот сейчас нападают. Они только сигнал сейчас дадут, до Хабаровска все поднимутся. Русских даже в своем доме не поднимешь. Почему? Нация изжила себя. Дмитрий Смирнов говорит. Здесь будут жить другие. Он открыто это говорит, Дмитрий Смирнов. Я знаю, что вам говорю сейчас. Делайте правильно. Сергей, почему вообще надо на наши гляды не ножницы, не твои ножницы в материю резать? В материи инструменты, Володина. Почему на улице оставил? Смотри на него, говорит, в крупном плане в глаза. Понятно? И все там есть. Обязательно взять надо магнит и собрать в траве все до этого. Что ты можешь к этому добавить? Сначала с ним. Почему ты не убрал за собой? Тем более от крыльца ты был, два шага даже не было. Зайти, занести. И ты не думаешь, что это случайно. Перед тем, как пойти быстренько убрал, так... Володя, здесь замети маленький, я побежал скорее поставить мордушку. Я приду, я тогда тут магнитом достанусь. Ведь этого нету. И ночевала там, я пришел утром сегодня. И все, собак ты не забыл повыгулять. Я о собаках говорю. Так и не закончили. Мое предложение такое, выезжать туда, куда ходит мать Василиса Людмила Анатольевна. И она там с ними занимается. Каждое утро, вижу, идет оттуда. Значит, собак там нету. Этих кошек. Так, еще тут особенного нет. Две собаки, а ты маленько подальше туда, к самому пруду. Если денег нет на бензин, я тебе дам. У меня пенсия большая, 7 тысяч. У меня ни копейки нету прибыли, ниоткуда. Ни одной. И из 7 тысяч я не трачу ни рубля. Они у меня сразу уходят. Десятину плачу в январе месяце, за год вперед. Поэтому я живу в этом вопросе свободный. Если ты меня хорошо понял, ты должен принять решение, которое не ниже того, что я предлагаю. Во-первых, открытая местность. Рядом покупать можно. И можно забить большой кол, привязывать там. А там деревья рядом. Что угодно. Давай. Два вопроса. А 10-ти не вот только что свежие. А, Игнатихович, а как вы можете, вы же получать будете за каждый месяц, ну вперед там. Да. Январь, январе, там, февраль, марте. А откуда деньги-то, чтобы вперед заплатить? Ну, который пришел в январе, я отдал. Так вы говорите за год вперед. За 12 месяцев. Я говорю в январе, мне 7-то, но 10-ти на это составляет даже меньше месячной. Счеты. Ну, еще. А, то есть за каждый месяц? Ну, я посчитал 10-ти. Сколько? 7 тысяч 700 рублей. Ну, 700 дальше умножаю я. А, все, понял. В январе, у меня 7 тысяч с чем-то. А до революции, ну, я не знаю. Это мне каждый год так делают. До пришествия, до переворота 17-го года большевиков. Вот, так же к армии относились русские, к своей солдатам. Зачем мне эти вопросы отвечать? У меня все это отвечено. Ну, я... Есть. Ты посчитай об этом очень подробно. Написано у разных военных, а не я. Я беру-то откуда-то знания. Понятно. Я и спрашиваю. Я не отвечаю. В первую очередь, к спасению это никак не относится. Все то потерпело полное поражение. Стали или предателями, или расстреляны. Предателями перешли на сторону советской власти. Они давали клятвы разные и прочее. Полковые были священники. Вам понятно, о чем я говорю? С собаками вопрос должен быть решен и окончательно. Здесь только на поводке. Нигде, никак не отпускать. Нигде, никак. Занимайся туда, пожалуйста. Вот место Рыжковский пруд. Все условия соблюдались. И пустынное место, и хорошее. Ну, чтобы по полям там не топтали посевы. Там ничего нет. У меня здесь-то завтрак в 7. Прямо рядом. У меня вот прям впритык-притык. Полчаса и что-то. Ну, понятно. Завтрак в 7. Подумай, как сделать это. Пока туда на машине доеду, пока мне останется 10 минут позаниматься. Мы договаривались до завтрака, меня не трогать. У меня собаки нет. Ну, кошка вышла. Рыжки нету, на твоих глазах задавили. Единственное, что можешь скрыть, что ее задавили. Забросить ее в пусты. Да Рыжка туда не ходит, я туда занимаюсь. Зачем ты это говоришь? Рыжка туда не ходит. Ты что? Да кто ж кошки-то? Что у нее? Диплом какой есть? Она туда не ходит. Она ходит везде, где есть мышка. Хоть одна попалась. Я пошел вот сюда недавно. Она видела меня. Но я что-то, не знаю, топнула. Она как хвост пищала. Она не знала, что это я. Я кричу, рыжая, стой. Она кое-как притормозила тогда. И дерева нету, и залезть ей некуда. Вот так. Подумать, как? Ты не молчишь? Ну, говори, я тебе сказал. А как? Ну, может быть, подальше сделать? Или как? Ты же не можешь перед занятиями прочесать всю местность. Она, знаете, не знает. Так это не моя только кошка. Кошки со всех сторон. Я с той стороны иду все время вижу. Он там ловит мышей. Ну, пришел я в лагерь серый, там пришел. Я пошел на рыбалку вон там. То есть он везде ходит. И потом я увидел, он далеко ходит. Он не дома храняет, он мышей ловит. Он придет домой к Вите-то, а Вите-то нету. Кому он передал, я не знаю. Я вот на счет шарик уже договорился. Заплатил там сколько за него там. Курупу. Люди дал, чтобы молочка ему купить на зиму. Когда Вите-то был, забота не было. Вопросы? Вы не отвечаете, Игнатий Ильич. Я отметил. Насчет армии. Почему? Вот сколько России? Тысячу лет России. Неужели к армии к солдатам, к своим, к людям, к народу так относились? Генералы там все. Вы же читали историю, расскажите. Я не только считал. Я не только считал. Документы и проще видел. Мне это надо. Я тебе на буду говорить про Павла. Он думал захватить Индию, чтобы сапоги в Индийском океане выпили. И только смерть, покушение на него убили его. А перед этим только он возбел стену между собой и женой. Ему бежать некуда было. Ему табакерки захлестнули. Еще тебе буду говорить об этом. Я не военный стратег. Я знаю, охраняет Господь. Если идут убивать, это не христиане. Это не верующие. И все. У меня ответ на это очень хороший. А тебе надо воевать. Значит, ты играешь этими словами. Тебя где-то этой постигнет. Или от военных тебя, говорится, штырь забьют тебе, куда не надо. Или призовут, и ты пойдешь туда. Как падаль будешь валяться на поле. Через 7 месяцев твои кости найдут. Это все предсказано. Я слышал, как ты защищаешь. Там надо. То другое защитили. А как Куликова битва была. Куликова битва. А ты знаешь, сколько вышло на сражение? 400 тысяч. А вернулась одна десятая. 40. 360 тысяч положили. Какая же это победа? Какая-то победа-то, когда девять десятых положили. Но через 7 лет пришел Тахтамыш. Все обратно захватил. Из кельи Сергия Радонежска сжег. Из-за его благословения, может быть. И все. 7 лет. И все вернулось на свои круги. А 360 тысяч. А в то время 360 тысяч, это сегодня 10 миллионов. Народа-то совсем мало было. Еще спрашивают. 400 лет назад. Что тебе не понятно? Я тебе называть буду. Когда было? Когда? В какое время? А когда пришел Тамерлан. Подошел под город Елец. Я разговариваю с человеком, который приехал в моей комнате. Приехал защищать диссертацию. Историк. Поисторик. Филолог такой. Я говорю, скажи. Как у вас понимают, что Тамерлан отступил от этого? От Ельца. Когда Елец был открыт. Все храмы были открыты, как на день Пасхи. Россия свесила голову над пропастью. Привезли икону Владимирской Божьей Матери. И все молились. И надежды на спасение никакой. Сопротивление абсолютно бесполезное. Он захватил уже Магдад. Сколько там? 50 этих пирамид и человеческих щерепов сделал. Засамитировал. В Индии в одном месте решили остановиться играть. Что ему жалко будет. Но выставили 5000 девочек, мальчиков с розами навстречу. В белом платье. Он говорит, что какое-то мгновение стоял, гекнул и конница смела с путистью. И что они делают? Только молились. И тогда Бог делает, отнимает у него мужество. И он во сне видит прекрасную женщину на облаках. И какие-то старцы стоят благообразные. Небритые, не с галстуками, не осиповщина. И она ему погрозила. Если ты пойдешь вперед, ты погибнешь, и армия твоя исчезнет. И он всю ночь метался, что-то кричал. Охраняли ханы, какие стояли. И утром он рассказал это видение. Уже к войска, готовое было к штурму, он сказал, разворачиваемся. И не просто развернулся назад, а пошел на юг. К извечному врагу России, Крымскому хану, Астраханскому хану. Разбил его наголу и сам ушел в песок. И никто не знает где. А теперь, говорят, могила его там найдена. Перед войной скрыли, поэтому война началась. Теперь дальше уже. Вот и все. Что спасло ей лес? Он говорит, она мне преподает это. Да это же история. Он говорит, еще этого не было. Они никак не могут это объяснить. Когда победа в руках, и вдруг он отступает. Чем объяснить? Молитву, а молитву-то не признают. Божью Матерь не признают. Святых не признают. Вот тебе ответ. Где война? Где война? Войны не было. Спаститься все? Да. А почему не говорят, что были такие в русском княжестве, которые выходили навстречу врагу, поднимали руки и говорили, мы сдаемся. И они оставили города целые, люди целые. Платили ЕСАК. А мусульмане, когда у них свой там закят. Плати. Плати. И все остаются к христианам. Они довольно милостиво относятся. Вот так. Лучше относятся, чем христиане, католики, мусульманам. Там вырезали все до конца. Когда это... Сколько было? Ни один, ни два крестовых походов. Сколько было? Много. А? Ну, несколько. Много. Ну, скажите. Хорошо. Они молятся на что? На счетчик электрический. Да? Я тебе скажу, ты можешь запомнить 11? А историки говорят 7. У меня это все в роликах выставлено. Я что буду отвечать, когда мне отвечено? Я отвечал на все вопросы, какие мне задают. Я давал вопросов за 10 лет в 5 университетах, в Академгородке. Не было, чтобы я его обошел. Ни одного неотвеченного вопроса не было. У меня в этом нигде ни человек не упрекнет. Нету, Игнать Игорьевич, мне все ролики в плейлисты забиты. Да. Трудно найти. 55 папок. Трудно найти. 55 папок, еще раз говорю. Игнать Игорьевич. Еще ты не смотрел, не трясись. 55 папок. Я хотел найти ролик и вот так вот просто вручную спускаюсь или не спускаюсь. Ты был на нашем сайте? Речь не о сайте, а о Ютубе. Да зачем Ютуб-то? Его и не было еще у меня. На сайте отвечены вопросы. На сайте. Ну это понятно. 4124, 55 папок. А чтоб папки разложить, я должен все на экране сначала держать. Ты понимаешь, какая работа была проделана? И эти вопросы, ты взял мне откуда, а из своих 33 томов открытым оком. Ты маленько сообрази, что я должен был сделать. Каждый том перебирать и в нужную папку все вопросы. Про евреев. Отдельно евреев. 176 вопросов. Самые провокационные вопросы я отвечал. И они отвечены. И он мне отвечает. Уже под роликом. Еврейский народ. Избранник Божий, Игнатий говорит. И чудо Божие. Но я поняла этот старец. Не меньшее чудо. Для Бога. Как это суметь так все разложить по полочкам? Любому понятно. Все заглохли юдофобы. Избранный Божий народ. Климат. Все идет оттуда. Три мировые религии. И христианство. Ислам. Иудаизм. Тебе надо сказать, кто руководители были. А где они не были. Во всем мире. Все банки. Все еврейские. Кто руководит миром? Какую силу набрали? А кто против? Против какого народа одинаково воевали Сталин и Гитлер? Только евреи. И Сталина, и Гитлера нету. А еврейство какую силу набрало? У них где цены назначают на нефть, доллары, программы перестройки. Все это от них идет. Понятно? И приведут наконец все к единству. На три с половиной года. Что это в самом деле? Я не ответил. Повторяю. Я отвечал на все вопросы, которые мне. Я три радиопрограммы делал регулярно. Как сегодня сказали в онлайн. Часовая программа. И все вопросы сохранились. Вот так. Мне брюхо-то некогда было наращивать. Ты даже представить не можешь. Утром рано, еще в потемках, я уже с полным рюкзаком ухожу. За мной заезжают. Представь, я домой приезжаю. Стоят машины, выходят два полковника. А мы давно вас ждем. А я в это время там вел где-то занятия. Мы решили в самолет зафрахтовать. Из одной воинской части, в другую в разных городах. Пускай кто-нибудь, Осипов, где кто-то покажет. Чтобы такой был спрос. Да они вверх никому не нужны. Они не ответят ни один вопрос. Где они были во время советской власти? А мы тюрьмы мерили. А они отдыхали, говорят, на Канадских островах. В семинарию поступить нельзя было. Из-за того, что со мной знаком человек. А он профессор в это время, в этом семинаре. Что мне доказывать-то? Он не просто проверен, он и их человек. Да последние молекулы. По сегодняшний день. Бритые в галстуке. И тебе ничего не понятно? Это Осипов сказал. Еще он сказал. Монахи его вывозят там диски, да, книги жгут. Ищут, а кто это сделал? Получают награду от президента. За что стоит? У него жена кем работает? Осипов. У него вообще есть жена? А? У него есть во первую очередь, вот и оно. Вопрос. Вопрос. Почему не задают-то? Непонятно. Ну вот, он алименты не платит. Я ему посылал все свои материалы, он все одобрил. А послал Осипову этому Смирнову о войне не одобрил. Вернули. Игнат Тихонович. Вчера от Генеральной прокуратуры получил письмо. Генеральная прокуратура отвечает. Местная отвечает. Патриархия никогда не отвечает. Ее нету. Муляж. Нету. Никогда не отвечает. Вот я послал в Думу, пришел ответ. Путину пришел ответ. Ведведеву пришел ответ. Еще нет ответа от Пахлонской, Жириновского. И от Миронова. Но это в частном порядке. Попозже может быть. Вот тебе доказательства. Так, все на этом. Все, говори. А то давить себя. Да ладно, все. Еще и нету. Когда он так начинает, а когда после беседы шли, да нету. Почему он отлично был уже. А почему? Я не хочу. Ты на сайт зайди и зайди. Я не хочу вас, как сказать. На сайт зайди. И проверь. Еще раз говорю. По еврейству. 176 вопросов. А ты можешь задать только два. А почему вы должны поднимать, подчиняться евреям, которые все захватили, грабят и нищета такая. А у меня такого вопроса нету. Они на это призваны. И старик принесут свои дары. Все. Нам Библия говорит об этом. Ладно, задам. Вот когда за вами полковники, военные, к вам их к себе звали на площадке, вы им то же самое говорили. Оружие сложите. Все, короче. Баса, молимся. Юда Менгур видел фильм? Тот пришел теперь в должности какой. Он с прокуратом потом встретится еще. Без сала-то. И теперь он начальник в когорту привел. И встретились. Что сделать? А он, Юда, говорит, выведите войска из Иерусалима. Совсем. Он говорит, новая подмога идет. Потому что волнение в народе. Выведите. Я по-другому никогда, нигде не говорил. Поэтому они люто меня ненавидят. Все. Военные, я бы им по-другому говорил. Никак. Но в данном случае, если приехали, привезли меня в зал, я должен сказать о Христе. О Христе. А я в чем буду говорить? То, что так понятно. Дальше я себе встречу, скажу солдатам, это не надо. Скажу, там никто меня слышать не поймет. Нигде, никогда в этих кинотеатрах, где я выступал перед солдатами, я никогда об этом не говорил. Я говорю, когда беседуем с начальством где-то. А там, куда в воду бросать? Ну, солдаты под властью. Он дал присягу. А были такие, которые вышли? Да, были. Когда я говорил. Вот приезжает дьякон здесь, Владимир Штенрех. Он в летном училище был. Другой в нашей общине был, Волков Вячеслав. Тоже. Они в летном училище были, а я там выступал. Андрей Ложкин. Андрей Ложкин. Вот тоже, видишь? Да где, услышал. Где там на севере? Веркутский. Ты меня подловить хотел? Не, не подловить, я выяснить хочу. Я тебе отвечаю. Как? Мне зачем вас посмотреть? Ну смотри. Идет, идет. Вот Алеша, он в президентском полку служил. Я ему даю характеристику вещевая. Сейчас не хита пошел, я с ним провожу отдельную беседу и говорю, ты и голос потеряешь ни за что. У него двоюродный брат, у Давыда, я с ним вот на этой скамейке сижу и говорю, ты альтернативную избери службу. Откажись от присяги, сейчас напиши. Но они пошли этим путем, потому что мирские люди. Со всеми отдельно беседовал. Отдельно, в частном порядке. По слову Божию. А альтернативно сейчас закону, в законе что ли? В законе, проведено законом. А ты и не знал? Так я ему даю, вот напиши, заявление, я ему даю заявление, которое писать. Статья такая-то Конституции позволяет мне без присяги служить. Но служить дольше. Не два года, а три. И ухаживать будешь за заразными больными, или куда-то тебя никакого оружия не будет. Заряжающим не будешь. Корректировщиком огня не будешь. Без присяги. Альтернативная служба. Туда теперь, ну, свидетели Его, там, кто раньше были, верующие. Но православные, когда там рядом, коп сидит с военным. И вот он начинает. Ну, подал заявление, ну, надо подать заявление до призыва за шесть месяцев раньше. Не так, что в армии тебя прижало, и ты уверовал. Нет. Характеристика должна быть от священника. Что ты действительно верующий, а не просто откосить. Ну, понятно. Понятно? То есть, навсегда. А священник убеждает. Священник убеждает. Что? Сергий Радонежский благословен. А ну, я визяю, Градонежский благословен. Я говорю, пытаюсь специально обговорить. А это зарядил, да. Говори. Так это что, они лгут, что ли, вся эта церковь? Гнушайся врагами божьими там. Помните, вот, телорет московский и живосвятый. Ну, если Филарет тебя на суде Божем будет спасать. Вот. Я Филарета знаю. Стихи у меня, наверное, про стихотворение написано. Ну, с Пушкиным они переписывают. Я говорю, у меня про Филарета стихотворение написано даже. Ну, там, куплетом одним. Все, я тебе ответил на вопрос. И что? А ничего? А ты слышал, Господи? Это великий какой-то обман. Ты слышал? Обманывают просто народ и все. Все тебя раздирают. Ну, обман, сто процентов, успокойся. Это ужас какой-то. Ну, он ужас кончился весь. Расстрелили царя, семейство, все. Династия, 303-я династия Романов пошла под нож. Что тебе непонятно-то? Ну, маленький, открой глаза. Не щадили, ни девиц, никого. Княжонка всех порубили. Доктор, который помогал там, труп тоже туда пошел. Еще можно вопросы? Нет, ты слушай внимательно теперь. Тебе не вопрос нужен. Ты маленький из души что-то вытрясти эту гнильцу свою. Я тебе отвечаю согласно Слову Божию. Христос говорит, любите врагов ваших. А я говорю вам, там ненавидь, а я говорю вам, не клянитесь вовсе. А я говорю вам, а это означает противоположное. Клятву исполняй, а я говорю, не клянитесь вовсе. Яков говорит, ни землей, ни небом, ни чем не клянись. Но да, да, нет, нет. Сказал, да, все, никогда Настю не брошу. Хочешь, что делать? Да, нет, значит, нет, я никогда не пойду воевать. Нет, ни меня не сломите, почему со мной Христос? У меня это все подробно описано. К истинному православию вон вверху лежит книга. О воинской службе. Открой, посмотри. А я говорю вам, любите врагов ваших. Ты считала? Да нет, открой. Книга лежит. Здесь все собрано. А я говорю вам, любите врагов ваших. Открой сейчас. Все, что говорит Библия, что говорят слитые отцы, что говорят каноны, что говорят жития, все скрывают. В житиях слитых сколько встречается, какие уроны. Вот она. Заложи сюда что-то. И начни сразу считать всего лишьнего дня. Ну, пальцем не надо. Заложи. Ты понял? Какой материал? 1173 биографии. Ты одно и не знаешь. А я принял, лопатей должен был 1173. Это открой сюда. Дай-ка сюда. Еще снова. Я могу не увидеть где-то. Здесь этот цирк пробует. Молодец, помоги мне быстро. Стекла у тебя нет? Страхства вообще. Вот иди сюда. Да, считай. Жития святых. Это все скрывают от народа. Дмитрия Ростовского выпустили сейчас 12 того. И там это все есть. Вот отсюда начни. Так, подождите. Передопрещу, может быть, есть что. Ну, давай вот. Вот отсюда. Вот маленькая строчка. Что там написано? Вот несколько житий святых. Да, жития святых. Притоп. Который никто не знает. Пальцем никогда не трогай. Подставим бумажку. Считай. 7 ноября. По старому стилю это. И иерон. Ты слышал такого? Нет. Ни одного храма вообще всего никто не называет. А в житиях святых он есть. Его скрывают. Вот это под руку. Называется служебная бумажка. В царствовании... Кавычки открыты, говори. Кавычки открыты. Это означает, оттуда я перепечатал. В царствовании Диоплетиана, одного из лютейших гонителей крестьян начала 4 века. То есть перед самым уже Константином Великим. Повелел записать в войско всех годных военной службе. Ну то есть непосредственно. Уже и юноши. Дальше. Но иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Все. Это в житиях святых. Почему они нигде ни разу не напечатали ни одной брошюрки? Ты меня не спрашивай. Ты спрашивай их. Я напечатал. Так у него мотивация была, смотрите какая. Не то, что там защита там, а вредно иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Заразиться вот этим идолопоклонникам. Только идолопоклонник. А он с крестьяном, он пошел бы воевать, да? Ну, вопрос открытый. Открытый. И сейчас закроем его. Сейчас тебя по затылку хлобыстов кувалдой. Слушай. Страница 136. О! Это вот этого материала нигде никогда не было. Сначала мира. Это мой материал. Он супер оригинальный. Ночью. Блаженному иерону явился некто одетый в белой одежде и возвестил ему кротким и полным любви голосом. Цитата. Спасение, иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвизаться за Царя Небесного и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать. Вот так. А это на земле слава будущая. Он подтвердил ему вот что. От неверующих исходит. А какая слава? Слава Отечеству, слава КПСС, слава Сталину, слава Украине. Слава Гитлера. Он прямо ему говорит ангел. Это ангел. А вот этот вот лозунг за веру в Царя Отечество, как вы его? Давай, зачитаем один раз. Давайте. Ни веры нет уже, ни Царя, ни Отечества. Все разрушено. 21 апреля, страница 314. Мученик Федор. Федор, ты знаешь его? Нет. Иерона не слышал. Ты вопрос задай, почему брошюрки печатают об одном и том же. Вот, допустим, канун Андрея Критского. Каждый год полная биография Марии Египетской. Марии Египетской. И 1400 лет ни одного подражателя нету. Ей. Это нельзя подражать. 47 лет была в пустыне. У нее ни одного дня не было евангельского. Ни одного. Почему не считают Марию Магдалину, которая является апостолом для апостолов? Она им возвестила. Такое звание. Она благовестала всю жизнь. Тоже Мария, тоже святая. Почему? Дельная ночь во всем храмах, круглогодично, 1100 лет в Андрея Критского втискивает вот это вот. Неживое, мертвое. Почему? И никто об этом не говорит. Оказывается, об этом, вот, я не знаю, где он взял или заранее, Максим Степаненко писал. И он отсюда у меня сколько брал и печатал, смелый человек. Полностью все мое крещение запечатал у себя. Дальше. Ерона ты не знаешь. Его скрыли, но он в житиях, я показываю страницу, месяц. Дальше. Федор, их много. Вместе с другими юношами был приведен и Федор на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. То есть, звездил какую-то форму надел. Да. Но святой Федор немедленно сбросил его землю, сказав, я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом. И не желаю быть воином для другого царя. Все. Теперь еще мотивация какая? И был казнен. Еще? Ну, если я... Мотивация какая? Насколько я помню, тогда кесари, ну, цари, они как бы боги, полубоги какие-то им поклонялись, им жертву приносили. Да тут не написано это, не выдумывай. Если ставь небесный, ставь земной. Тут не надо уже дальше твои мизерные воробинные знания. И был казнен, Игнатий Иванович. Все? И казнен что означает? Ну, казнен убит. Ну, а что? Дальше-то что? Святой, что ты совсем не понимаешь? А те, которые пошли, их ни одного нигде нету. Что тут верять хвостом-то? Считай дальше. Все, за тебя выбрал я из 1173 жития, я выбрал некоторые. Дальше. Третье февраля. Роман Муглический. О, а это князь. Не хотел сопротивляться Батыю. Страница 38. Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Все, всех спас. Все. А те погибли, народ разбрелся, и все. Почему его нигде не показывают? Я должен ей... Ну, отдельная брошюрка, напечатайте. Не покров Божьей Матери, а вот это. Не Николай Чудотворца, не Георгий Победоносца. Что интересно, католики деканонизировали Николая Чудотворца и Георгия Победоносца. Все ложь. Все надуманное в последующие века. В начальных житиях нигде, говорит, нет, что там написано. Змея там поражают. Его берут сейчас, показывают. В жизни этого не было. Ничего. Считай дальше. 19 августа. Андрей Стротилат. Что такое Стротилат? Ну, военачальник Николай. Полковник. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него умеровало 2593 воина. Как умеровали? Когда он был урон. Благовествовал. А? Благовестие. Войны были сильные у него. Дальше. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. О, это жития, говорит. Они воины все. Они могли сопротивляться, но ни один не поднял леча. К ним обратился святой Андрей с речью. Друзья, братья и дети мои. Я не могу это читать. У меня что-то... Это, Андрей, а что такое? Сатана. Нет, нет, у меня... Ну, представь, полковник обращается к уверовавшим. А то, что здесь, как его затрес он. Нет, у меня внутри там все. А чего у тебя внутри? Ну, переворот сознания какое-то. Ну, сейчас... Ну, ты веришь, но ты среди этих уверовавших. Ты умеровал. Ну, да. Ну, дальше. Ну, теперь, ну, войди в эту картину-то. Сколько умеровало? 2593 воина. Ты веришь в это? Какая точность? Ты веришь в это? Ну, ну... Один из них ты. Дальше. Он обращает... Просто само обращение. Братья, дети мои, полковник. Ну, когда же зашли в ущелье? Кому он обращается? Никого там больше нету. Они... Вот он таких воинов не будет же использовать как пушечное. Ну, так, дальше. Я беру дальше уже. И ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией. Вот так. Как бы я видел? Не надо кому поклоняюсь, император, а потом нет еще. Как повелел нам Господь. И не станем поднимать рук наших на преследующих нас. Так, так. А его... Но? Но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени. Так, смотри. Ты один из них. Ты поднимешь и выкидешься со всеми? Конечно. Иди, что об оружии не брать, ты согласился? Полковник сказал. Полковник сказал. Он по Слову Божию сказал. От Бога. Дальше. Это миллионами тиражом надо это житие печатать. А его нету, никто не знает. Ни одного храма нету. Никого сейчас его не называют. То есть они благодарят, что Он... Будем благодарить, что Он дал нам, Господь, дожить до сего времени. Когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшим из-за Него. О, как. И так будем молиться Ему, как молился святой первобученик Стефан. Когда иудеи побивали его камнями, говоря. Господи Иисусе Христе, прими душу рабов Твоих, которых мы предпридаем в руки Твоих. Вот они в ущелье, выхода нет никакого. А те преследуют. А эти могли уйти. Они никуда не пошли, остановились. И могли взяться за уже. Не взялись. Считай дальше. Подсунь это кому? Смирнову, Дмитрию. Когда они так молились, их настиг Селев. Селев. Имя известно даже человека. Со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою... Заметь. И могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц. Но, подражав Господу своему, как не злобиевые агнцы отдались убийцам своим на заклание. Выхлотим. Внутри сатана сейчас как... Его затрясло. А по-другому тоже. Да-да, слушай. До конца только не умри от страха. И дальше... У меня слезы хотели подошли. Да-да, слушай, подошли. Пострадали в воскресный день, во втором часу дня. Ох, какая точность даже. Это редко так. Страница 236. Так, на меня нападают. Я против там. Что я сказал, кроме того, что... Я беру, как Андрей Куляев говорит. Игнатий ничего не сказал. Он просто... Пластынь забытая, не забытая, а замазанная. Он поднял, говорит, это. Я в житиях, я в мощах. Еще дальше. И вот, что известно из истории церкви. В честь отказников от службы. Нет поименованных храмов. Нет, у них все сняли храмы не назвали. И может статься, что и никогда не было. А чего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается? И народ об их житиях не знает ничего? А Манифатия знает пьяница. А Манифатия запьется, то Манифатия молится. Как будто и не было таких святых. Да. Но бесчетное число раз повторяется только те подвиги и тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся поступки те... Федора? Федора прославили какого? Военного, ну-ка. Федора? Да. Какого-то военного. Совсем недавно, а там лет можно было. А, Ушакова. Ушакова. Не потепел ни одного поражения. Морской военачальник. А какое отношение-то имеет к Евангелию? Ну, видимо, власти хотят, чтобы их народ защищал. Топ-топ-топ. Будь он не христианский там. Все-все-все понятно. Власти надо, а власть от кого? Ваше время власть тьмы, Христос говорит. Пришли брать меня. А в церковнике... Игнатий Тихонович, значит, церковники, вот это Сергеянцев, значит, как было оно, так и есть. Да давай, при царе было. Так же воевали, полковые священники были. И что? Ты слышал такое, Николай Касаткин? Ну, это миссионеры в Японии. Япония. Япония, когда победила Россию в пятом году, и туда в пленных-то навалило сколько, и русские стали помогать. Верующих вообще нету. Он в ужас пришел. Вообще ничего не знают. О Христе говорит, а кто это такой? Его воспоминания, посчитайте, он канонизированный. Что тебе в самом деле-то? Я тебе выбрал материал. Чтобы в это выбрать, я должен 12 того на 10 раз пройти. Составить каталог на пленке на разном размере. Ну, не подряд как-то. А, вот и вы. А при чем тут я? У меня в кавычки это взято. Почему примеры все их не берут? Ладно, воюйте, делайте. Но это зачем скрываете? Что другой вариант есть. И человек может избирать. Я хочу подражать Иерону, Феодору, Андрею Стратилату. Их совсем выщеркнули? Они говорят, надо подражать Федору Ушакову. А почему не Федору Углическому? Я спрашиваю, вы знаете? Нет, не знаю. Это ясно почему. Меня вот поздравляют. Мы поздравляем вас с днем рождения. Я говорю, какого? Ну, вы же и дядь Угличанинова. Я говорю, его знать никто не знал. Но Игнатий Богоносец, а Ваня не знают его люди, львы, которого растерзали. Игнатий Богоносец, это тот младенец, которого Христос брал навыки. И говорил, таковыхи Царства Небесного. Он стал епископом Антиохии. Я говорю, нет, у меня другой Игнатий еще был. Игнатий Ростовский чудотворец. Я был в Ростове, и там звонил епархию, и сказал, где его мощи, никто не знает. Вот они, почитатели мощей. Я Игнатий, в честь его назвал. Я хочу найти и поклониться. Нету. А чем он отвечал за других? У него что-то особое было, что его не хоронили. Его сразу положили, и сразу же стали поклоняться. И второе. Кого он рукоположил, все списки поверил положить себе под голову. Он понял самый страшный ответ. А это епископа Льва была. Он молился, он говорит, если Петра, апостола. Господи, прости, Петр, поморись за меня. И Петр ответил ему. Господь простил тебе, говорит, все грехи, кроме одного. А с этим грехом один ты в рай не войдешь. А какой? Кого незаконно руку положил. А сегодня сплошь до 30 лет. И блудников, и кого угодно. И тебя такого-то оттянули туда. Меня он спросил только, ты не куришь, не пьешь, епископ? Я говорю, нет. Все. Все. А в Греции Попы сплошь курят. А он идет, я говорю, а как курят? А вот так, говорит, он курит, говорит, идет. А я подошел, по первому своему левую руку переложил, благословил. Епископ рядом с ними. А сейчас таким был, смотришь в коридоре, в ограде курят причастники. А это кто-то тут, говорит, это за грех не считается. Не считается, и все разрешено. Планку-то принизили. Из-за греха-то не считается, что она блудница в Амстердаме. Официально она ходит, торгует. Попишет. Игнать Тихонович, вот блудника, вот ты знаешь, что он блудник, ну то есть он вот живет или при любодея, и ты допускаешь его к чаше святой. Ему на пользу будет причастие или нет? Написано, и потому многие больные, и немало умирают. Если он блудник, будучи верующий, отлучается на 7 лет. Если я при любодея, то на 9 лет. А те, кто допускает вот их... И вот, они что убить, значит, блин. Недастойно прищищают, гибнет и тот, кто прищищает, и кого прищищает. Это два мертвеца. Ну это страшно же сейчас. Все, все договорились. Ты понял? Какие материалы у тебя лежат, а ты дремлешь. Решил расслабиться в воскресенье. Ты считай вот этот материал, положи книгу. Понятно, что они против меня летуют, как... Садимся за стол. Вот куда нам наша крыжа эта ходит. Видишь, залезла, все. Ну, все удовлетворен. Страшно, Игнатий. Ну, воевать надо или не надо христианину? Пускай он еще прочитает весь материал. Весь материал прочитает. Надо молиться Богу. Ты здорово сказал, вообще-то. Богу они вы... Это... И счетчик вылипечит кому-то. Ну и вообще здорово. На стол садимся. Просто я в шоке, какое... Я в шоке... Я в шоке... Я в шоке... Продолжение следует...